всем здравствуйте сегодня уже середина недели 8 мая а если считать эту неделю то вообще последний рабочий будний день здравствуйте сегодня мы с я на поповой будем обсуждать кока-колу казалось бы чего тут обсуждать но буквально два года назад наши передачи мы проводили небольшие эксперименты это самое как у кого и даже выходили на улицу для того чтобы ничего здесь не залить чистили гайки от ржавчины даже я помню такой экспериментом повторять не будем потому что уже все пройдено уже самим неинтересно будет поговорим сегодня об интересных фактах об этом напитке который без преувеличения сказать пьет пол планеты и проведем небольшой эксперимент новый дело в том что сегодня 8 мая 2019 года кока-кола отмечает свой 132 день рождения безусловно это один из самых популярных напитков во всем мире и очень вкусно это тоже я думаю что сложно отрицать но и конечно же не самый полезный я скажу вот так вот политкорректно буду говорить я знаешь какой самый приятный звук у меня с кола ассоциируется такой да нет а я думал когда когда ходит такая реклама у них раньше бывает наверное за это у тебя это пепси блабанка а еще очень приятный звук когда ты наливаешь в такой не в широкий в стакан в узенький стакан и она так праздник на приходит вообще конечно у кока-колы огромное количество рекламы которая запала его так в сердце и в память потому что мы смотрели еще в том самом детстве но у нас в нашей команде есть один человек который абсолютно не пьет кока-колу и это вероника кондратьева давайте посмотрим ее рубрику но и денек всем большой привет я очень рада вас вновь видеть да да я вас вижу я уже говорила что слежу за вами а еще внимательно слежу за вашими комментариями к нашим играм про историю ангарска если вы помните то на прошлой неделе я показывала вам фото и предлагал угадать что за здание строилась восьмидесятые в середине апреля и еще намекала что она очень важная помните об этом если присмотреться можно сообразить а теперь правильный ответ на снимках строительная площадка будущего родильного дома в двадцать втором микрорайоне газета 22 апреля 1989 года как вы считаете кто нибудь ответил верно да у нас есть победительница кстати она на прошлой неделе тоже выиграла что-то тут неладное а на самом деле у нас просто очень активные участники некоторые из них так вообще побеждали по пять раз елена вас ждет подарочек приходите за ним после 12 мая завтра 9 мая великий для нашей страны праздник день победы великой отечественной войне вот мой вопрос и будет связан с ним пять тысяч пятьсот эти цифры имеют значение для ангарска в честь 65-летия великой победы такое количество чего-то было связано с ветеранами и 9 мая угадайте о чем речь для начала пожелаю вам удачи и напомню что подарком будет приз от спонсора недели кофе студии виви а теперь всех поздравляю немного заранее но от всего сердца никто не забыт ничто не забыто увидимся на параде пока пока сегодня 8 мая и мы свой говорим о таком напитки как coca-cola это наверно самый известный напиток во всем мире мне это кажется по крайней мере между прочим колой колу не только пьют ею чистят ржавчину вы получали программы говорили что эксперимент мы уже проводили в индии coca-cola опрыскивают посевы насекомых вредителей что там содержится мне страшно подумать а еще военные многих стран чистят колы и колеса техники своей я тоже расскажу сегодня несколько фактов но начать хотелось бы с того что производители coca-cola считают что вот эта фраза coca-cola во всем мире находится на втором месте после фразы после слова окей то есть настолько она популярна каждый год 8 мая coca-cola естественно отмечать день рождения с размахом они себе могут позволить она появилась на свет 1886 году когда фармацевт джон пембертон изобрел рецепт сиропа но продаваться только через год название напитку придумал бухгалтер пембертона его зовут фрэнк роббинсон он же собственноручно вывел на бумаге надпись coca-cola впоследствии ставшую логотипом произошли эти события в атланте штат джорджия сша сейчас там находится главный офис компании и самый крупнейший получается фрэнк всему голова в данном случае а есть еще один такой секретный миф ну или не миф в общем считают что никакого секрета в производстве кока-cola нет то есть в составе а а мы вот утверждаем что есть дело в том что в 1978 году компания коко отказалась от многомиллионного потребительского рынка индии только потому что чиновники индии в обмен на разрешение продавать в их стране кока-колу запросили абсолютно полный состав этого напитка они в свою очередь отказались и тем самым потеряли вот такой многомиллионный рынок ну надо сказать что они потеряли на какое-то мгновение потом все-таки индия прогнулась под кока-колой сказала их ну ладно давайте запускаем ингредиент секретный так кока-кола индии и не раскрыла секретная формула написанная рукой джона пембертона долгое время находилась в главном хранилище банка сан-траст в атланте а в 2011 году сейф с рецептом переехал музей кока-колы в атланте представляешь сейф с рецептом насколько он секретный этот сейф только сейф может увидеть любой желающий в музее естественно рецепт никто не потрогать не увидеть не может доступ к содержимому ящика есть только у двух людей из высшего руководства компании удивительно что колу раньше продавали только лишь в аптеках и рекомендовалась она абсолютно от разных болезней от головной боли до импотенции в кока-колу входило 60 миллиграмм кокаина и многие считают что именно это является тем самым секретом вот такой вот популярности напитка но изобретатели усиленно отрицают что психотропное средство являлось тем самым секретом но вообще состав кока-колы продолжает ходить листья коки но они лишены как утверждают копари кока-кола наркотической составляющей а еще в коле есть алкоголь этот факт подтвержден и правда его наличие там совсем ничтожное колой не торгуют только лишь в двух государствах это на кубе и в северной корее еще говорят что если мясо положить на тарелку и залить его кока-колой то буквально через два-три дня мясо в этой самой тарелки вы не найдете вот такое вот она его съест получал вот такой вот этот период мяса жалко правда прям интересно исчезнет ли оно или нет кто-то ведь проводил его в общем о других чудесах вам расскажет наш иллюзионист максим смирнов потому что сейчас пришло время его рубрики фокусе существует более 50 тысяч фокусов с колодой игральных карт взяв из них только самое лучшее я приготовил для вас следующую рубрику смотри это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай еще раз на любую карточку пальцем-пальцем, вот это возьми ее, посмотри этот туз Нет, пятерка пики Пятерочка пики, смотри, пятерочку пики подложим под низ, если очень внимательно приглядеться, смотри, можно пятерочку пики превратить в пикового туза, посмотри Ну, нам нужны все тузы, поэтому еще одной карты прикоснись, вот это возьми ее, смотри, ты вновь нашла еще одного туза И нам нужен четвертый, но постараюсь найти его уже я Давай И сделаю это максимально необычным образом, смотри, раз, два, три Круто Ну, это на самом деле был не фокус, мы всего лишь там нашли четырех тузов Итак, сейчас я тебе покажу, что с ними можно сделать, смотри, у меня есть четыре туза Я первого туза, туза Буби, уберу в сторонку, он будет лежать здесь Сколько тузов у меня здесь останется? Три Три, смотри, раз, два, три, то есть первый, второй и третий туз Если туза Буби я верну обратно, туза Буби обратно, у нас тут уже будет раз, два, три, четыре карты И встанет вопрос, что лежало здесь, смотри, а здесь у нас лежали три туза, потому что при пересчете у меня всегда был только один туз Буби Ух ты, ловкость рук и никакого мошенничества Абсолютно Ну ладно, это не все их возможности, не все возможности тузов Я попрошу тебя сейчас сказать стоп Стоп Стоп, вот здесь, куда палец засунул, правильно? Итак, смотри, твоя карта будет пятерочка крести Я при тебе ее убираю в середину колоды, вот таким вот образом задвигаю И для того, чтобы ее найти, мне понадобится четыре туза Как я уже говорил, у меня все честно, потому что у меня все под счет, смотри Раз, два, три и четыре Ну, давай возьмем пока только двух Только двух, да? И постараемся найти твою карту Давай представим, что вот это вот она Давай Еще три раз, два, три И она перелетает сюда И это твоя Не твоя, да? Нет Не твоя Ну ладно, ты не заметила Ты на самом деле не заметила Но смотри, среди двух других тузов лежала одна единственная карта Ах ты хитрый Пятерочка крести А я хотела тебя уже обвинить в некомпетентности Ну, круто Ну, я видел, как ты хотел мне подловить Да Не получилось Друзья, и вновь я прощаюсь с вами до следующей недели Меня по-прежнему зовут Максим Смирнов Увидимся Сегодня Кока-Кола считается самым рекламируемым напитком на всем земном шаре Даже дети, которые начинают только-только говорить Уже напевают, можно даже сказать, гимн Тот самый из рекламы Та-та-та-та-та-та-та-та-та Что тут уже говорить Вот такая вот популярность Будет любопытно узнать о том, что и у охлаждающей шипучки есть свой день рождения 8 мая поклонники модного и своеобразного напитка с привкусом кофе празднуют день рождения Кока-Колы Есть и познавательная история в этом всем Дело в том, что этот продукт появился на свет Вы не поверите вообще для побудительных целей Придумал его не пищевой технолог, а простой фармацевт Он рассчитывал о том, что этот напиток станет микстурой для поддержания сил и лекарства от зубной боли Как адреналин, да? Ну, получается так, что-то типа энергетического, видимо, напитка А вообще мы об этом, конечно, поподробнее сказали уже и выше Но проводя эксперимент в 1886 году Тот самый фармацевт Джон Пембертон в своей лаборатории пытался создать лекарства От зубной боли, но обязательно с приятным вкусом И вот те самые ингредиенты Он смешал вытяжку из листьев коки Добавил туда немного сахара Я думаю, что много сахара все-таки Африканских орехов И получил вкусное и ароматное тонизирующее средство Что там за средство в него еще входило? Вот так, не немного сахара, а так, немного сахара Мне вот тоже, на самом деле, очень интересно, что в это средство входило Может быть, какой-то алкоголь, кокаин, что-то другое Все это, в любом случае, до сих пор остается загадкой И я уверен, что за этой загадкой скрываются именно те вот многомиллионные доходы, которые испытывает компания Coca-Cola Кстати, вот о доходах и конкурентах Очень интересно, когда у Cola успел появиться такой сильный конкурент И как вообще они допустили, чтобы этот конкурент делал то же самое, что и они? Конечно, речь идет о Pepsi Дитва между Coca-Cola и Pepsi началась в 1898 году Именно тогда, спустя 12 лет после создания напитка Coca-Cola Аптекарь из Нью-Берна, Кали Брэдхарм, продал свой первый Брэдс-дринк Впоследствии переименованный в Pepsi-Cola На свой маркетинговый пик войнушка между Pepsi и Coca-Cola вышла аж в 80-х годах Когда Pepsi максимально приблизилась к своему противнику Coca-Cola Слепые тесты показали, что люди, которые пробуют колу и Pepsi из стаканов прозрачных обычных стаканов без этикеток Больше предпочитают почему-то Pepsi Если спросить у любого потребителя, что он любит больше Pepsi или колу Ответ будет утвердительный Либо то, либо другое Да Дело в том, что, как утверждают ученые, современный человек не может отличить Pepsi от Coca-Cola Ни по вкусу, ни по цвету, ни по запаху Я предлагаю перейти на более позитивный лад У нас сейчас на очереди рубрика «Живая среда» Жанна Чистова сегодня встречает очередного красивого, милого четвероногого друга А после мы продолжим наш эксперимент с Pepsi и Coca-Cola Магазин «Зооквартал» Все для хорошего питания и настроения вашего питомца Огромный выбор кормов, премиум и супер-премиум класса Одежда, уютные домики, когтеточки, игрушки, поводки, лежаки, а также грумерский салон Приходите, будем вам рады 206-й квартал, дом 3 «Зооквартал» Здравствуйте! В эфире рубрика «Живая среда» И как всегда я рада представить гостей нашей студии Сегодня у нас в гостях Алина Соломина И очаровательный питомец Это порода Рекс Сегодня мы поговорим немного об этом Мех просто похожий на велюр, на бархат Очень приятный на ощупь Приятный погладить его, посмотреть на него Алина, расскажите нам, пожалуйста, как долго он у вас живет Как зовут кролика Почему вообще вам нравится это животное? Ну, зовут его Мотя Это девочка Взяли мы его в полгода Этот окрас, как он называется? Разные окрасы есть у кролика Рекс Это какой окрас? Это черно-белая Еще какие окрасы бывают? Бывают черно-скоричневым Бывают просто черные И также бывают очень редкие Это белый и светло-серый Вот если мы немножечко заглянем в Как порода эта произошла Что-то вы знаете, откуда вообще пришла вот эта порода к нам? Ну, они возникли во Франции В начале 20-х годов И один интересный ученый Он сделал такой ход Он хотел вывести из ФРГ Но как это можно было сделать? Он просто скрестил эту породу с обыкновенным кроликом Вывез вот это потомство И потом генетическим способом С СССР появился уже кролик Рекс Вот такая интересная, замечательная порода Алина, расскажите, как вот кролик в уходе Что он любит кушать Какое место обитания его Как нужно за ним ухаживать? Ну, живут они у нас в закрытом помещении В загородном доме И живут в небольших клетках В уходе они не сильно привередливые Им нужно сухое помещение И очень чистое Они не любят сквозняков Они не любят сквозняков и воду Воду не любят То есть, если вода на них попадает Это вот серьезная для них проблема Да Если еще сквозняк, то они все Они начинают болеть Они погибают, погибают сразу Интересный такой факт, что оказывается Я думала, кролик может есть белокочанную капусту До огромного количества Оказывается, тут тоже не существует Нет, так же, как у людей Их сильно нельзя Ее можно давать, но в небольших количествах Так же нельзя давать бобовы, горох, фасоль Ну, а вот в природе они кору грызут Да, для того, чтобы стачивать зубы Вот эта самочка, она у вас уже приносила потомство? Да, у нее было два потомства А сколько кроликов родилось? Первый раз было шесть, а второй восемь Ммм, ничего себе Алина, у них есть еще такая особенность Вот усы, да? Не прямые усы, а у них усы У них завиваются Завиваются миниатюрные такие, да? Усы, такие короткошерстные Алина, расскажите, а какие вот вы породы знаете кроликов? Ой, ну я знаю очень много пород Есть баран, бабочка, шиншилла Есть ангорский, те, которые очень пушистые Есть серый великан, серебристый У вас вот такой интерес вы проявляете, потому что вы, в принципе, дома общаетесь с ними? Или у вас как-то вот с детства уже вы интересуетесь? Нет, ну у меня у бабушки на даче было очень много кроликов И как-то с детства такое, любовь А как у кролики вот с другими животными? С кошками? С кошками нормально Миролюбиво, да? Да Такое бытует мнение, что у кроликов нужно поднимать за уши И оказывается, что это неправильно Нет, если поднять кролика за уши, они сломаются И так делать ни в коем случае нельзя То есть поднимают их за... За холку За холку Накануне был праздник Святой Пасхи И частенько мы на картинках видим изображение кролика Алина, вот расскажите, может вы где-то интересовались, почему изображается кролик? Ну я знаю одну из версий, что была некая богиня природы и весны И что люди к ней приходили для того, чтобы просить урожай И пополнение в семье И ее сопровождали несколько кроликов, которые несли ей фонарики, чтобы освещать путь Есть еще такая интересная версия в Германии Почему-то считали о том, что такие красивые яйца курицы не могут нести И немцы придумали о том, что вполне возможно кролик будет прятать у себя где-нибудь в гнезде Вот именно такие красивые пасхальные яйца Алина, спасибо вам большое за то, что у нас побывали в гостях Я желаю вам удачи, здоровья, успехов в учебе А вашим питомцам вкусных морковок И ваши добрые руки пусть всегда оберегают их Спасибо Ну что ж, я решила над Вовой немножко поиздеваться А потом она до мной приготовила бутылку Кока-Колы Она уже не полная, тут уже кто-то попробовал Это я, конечно Купила бутылочку Пепси Сейчас налью без сахара, кстати, написано О, это очень важно, потому что с сахаром я бы не стал Налью, и Вова должен будет определить, в каком Пепси, в каком Кока-Коле, что зато вкуснее Вова, отворачивай Мне интересно самому реально, отгадаю я или нет Я даже знаю еще, по какому он принцип определит Я тоже знаю, по какому Я определю Сейчас я на ногти оставить, мне кажется, здесь Да О, как она наливается Кажется, я понимаю, что сейчас бывает Ну давай, Вова Вова, пробуй Чего-нибудь сделай, чтобы запутать, да? Ключу-верчу Давай Да Хе-хе-хе-хе-хе-хе Вова, остановись, говори уже, давай Безбожник пьет, сидит Ну? Ну, Вова Ты можешь определить? Определил Так Вкусно Что из них Что? Ну, смотрите Я сейчас объясню Немножко несостоятельность нашего эксперимента Дело в том, что одна бутылочка была холодней Так и знаю А одна Нет Одна бутылочка была открыта раньше Мной А другая была открыта позже Поэтому газиков-то там было, соответственно, по-разному И то, что Яна решила в конце смешать пепси с колой Все равно не спасло Вот здесь было больше пепси Вот здесь было больше колы Бинго! Но! Но я хочу сказать Вкус абсолютно одинаковый Да? Вот абсолютно одинаковый Ну, я не знаю Я не такой гурман, чтобы все это вот настолько сильно отличать Но если бы они были одинаково газированные Если бы они были одинаково холодные Я бы вряд ли отличил Ну, эксперимент с треском провалился, можно сказать Ну, да ладно, зато попробовали Ну, а мы всех спешим поздравить с праздником Великой Победы Этот праздник главный в нашей стране Мы с Вовой с удовольствием пойдем на парад Поздравляем всех, в первую очередь, ветеранов Это ваш праздник и ваш заслуженный праздник Ну, а также в этот день отмечает свой день рождения Учительница начальных классов И вот эту самую учительницу хотят поздравить ее ученики Если вы также хотите поздравить кого-то из своих родных или близких людей То обращайтесь к нам в рекламный отдел Или пишите к нам в социальных сетях А сейчас внимание на экран Мы думаем, что именно этой учительнице будет очень приятно Здравствуйте! А вы знаете, почему в нашей студии Так много улыбающихся мальчишек и девчонок? Они все такие яркие и с такими интересными смайликами Ответ на этот вопрос знают ученики первого Б-класса Школы номер 6 города Ангарска У нас сегодня повод собраться нам не лень Спасибо за возможность в программе «Новый день» Мы рассказать желаем, поведать вам хотим А то, что рядом с нами, мы ею дорожим Учитель милый, наш родной Улыбка, стыбкота, здоровье Несем мы знания домой, но для вас это работа Зовут нашего учителя Малько Олеся Валерьевна Сегодня мы вас поздравляем Победный день вы родились От всего первого Б-класса Мы желаем, чтобы все ваши мечты сбылись Ребята, очень здорово! А вы можете рассказать про своего учителя? Самая добрая, самая умная, строгая Вы эталон, образец, идеал Вы покорили своими уроками Кто вас из первого класса узнал? Чуткая, честная и справедливая Ученики так про вас говорят У вас день рождения, дата счастливая Каждый поздравит вас и в Кринерат Ну и в заключении, ребята, что бы вы хотели пожелать Олесе Валерьевне? Счастья огромного Здоровья Тепла и радости Терпения и бесконечного везения вам Мы вас любим Поздравляем Поздравляем вам! Панько Олеся Валерьевна Замечательно Добрая Родная Активная Великолепная Лучшая Яркая Естественная Милая Ура! Гороскоп на 8 мая Овен Приложите максимум усилий, чтобы удержать свои дела на достигнутом уровне. Вам больше подойдет спокойная и умеренная деятельность. Телец В этот день вы можете рассчитывать на успех. Вас будут с удовольствием приглашать и слушать в коллективах и группах. Близнецы Это благоприятный день для карьерных перемен. Вам нужно будет позаботиться о своих перспективах. Рак Повысится интерес к новостям, переменам в стане конкурентов. Возможно везение в обход неблагоприятных обстоятельствах. Лев Вам придется сконцентрироваться на каком-то важном задании. Не найдетесь увильнуть от своих обязанностей. Дело День может показаться тусклым, но имеет смысл поработать дольше обычного, чтобы иметь больше свободного времени в будущем. Лес В этот день ничто не будет доставлять вам такого удовольствия, как работа. Такое умонастроение позволит завершить все начатые дела. Скорпион Можно без суеты и спешки довести до конца дела, начатые раньше, подвести итоги и взяться за работу над новыми проектами. Стрелец Сконцентрируйте свое внимание на серьезных делах. Будет легче разобраться в своих желаниях и стремлениях. Козирог Держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации, если хотите, чтобы этот день прошел удачно и плодотворно. Водолей Сдвиньте дело с мертвой точки. Направьте свою энергию на то, чтобы мотивировать окружающих на действие. Рыбы В этот день от вас могут исходить полезные рационализаторские предложения. Удастся справиться с несколькими делами одновременно. Рыбы 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 Продолжение следует...